...был ИГИЛовский мятеж. Причём, эта зона контроля наша. Вот там наши военные стоят. Потому что, на самом деле... Он подавлен. А? Он подавлен. Подавлен, да. Но, тем не менее, это... Значит, ну, это же не последняя фаза. То же самое скоро будет в Узбекистане. Это процесс, который идёт. Вот он тлеет. Конечно, то, что где-то там что-то разбомбили, это сорвало пломбу. Но она бы раньше... Да не где-то там что-то. Там уничтожена структура. Люди не могут нормально жить. Естественно, миграционный поток увеличивается кратко. Ну, вот то же самое. Это абсурдно, а это отрицательно. Ну, возьмите, скажем, Тунис. Нормально. Ведь то же самое всё было. И была Тунисская революция, и свергли режим. Возьмите Египет. Как-то они отрегулировались, правда ведь? Но всё время ощущение, что это такое хрупкое равновесие. Конечно. То расстрел на пляже, то теракт какой-то. Ну, куда делаешься, когда огромное количество людей, которые... Это настолько тревожно. ...находятся под воздействием фанатической пропаганды и не видят ничего, для себя никакого будущего в этом мире. Им кажется, что если они уничтожат там вот это всё несправедливое, то сразу наступит счастливое исламское будущее. Точно так же, как огромное количество русских мужиков в 17-м году, которых было огромное количество, приходили в города, и им объясняли, что надо свергнуть царя и помещика, и наступит счастье. И они верили. А вопрос опять. Крым стоил того, возвращая вас к Украине? Того это чего? Ну, всех последствий, видимо. Мессы. Мессы, да. Я считаю, что не стоил. Как вы считаете, Дмитрий Иванович? Ну, я полагаю, что риски были значительны, безусловно. Но политическое руководство России действовало в логике реагирования на угрозы. Там ведь была и угроза прихода флота и так далее. Так что... Флота какого-то? Соединённых Штанцев. Вот. А и так там в этом... Да, я полагаю, что... Турция. Если бы... Вот об этом можно говорить, если бы это решение принималось, так сказать, там... Ну, так, как принималось решение, там, об аншлюсь Австрии. Понимаете? Вот тогда можно бы говорить, вот она цена. Здесь же были конкретные угрозы, на которые реагировал руководство России. Естественно, и цена у этого решения тоже есть. Я думаю, не угрозы играли главную роль, а вот Крым наш. Ну, нельзя было уже отступить совсем целиком. На прощадок, на последок... Но для российских правящих лиц и для населения прощание с Крымом невозможно уже. Это другой вопрос. Проблема, на мой взгляд, в том, что вот этот пафосный сыр, который был в этой мышеловке, уже съеден. Мы все порадовались, что Крым наш, люди поаплодировали, повесили на машины оранжевые ленточки. А что дальше? А дальше начинается процесс платы, который будет всё дороже. Потому что украинцы приходят в себя, они организуют блокаду, потом они будут устраивать серьёзные трудности со строительством этого моста. Они имеют по морскому праву блокировать эту стройку. Они организуют железнодорожную блокаду, не дай бог энергетическую. То есть в Крыму жизнь будет делаться... Труднее и дороже. Всё труднее и дороже. Это одна составляющая часть. А вторая, даже в пропагандистском пространстве. Сейчас неглупые люди, которые медийную повестку для нас сформируют, понимают, что чем больше мы будем говорить, что Крым наш, Крым наш, Крым наш, тем будет негативнее восприятие, потому что на фоне ухудшающихся доходов населения, на фоне растущих цен и цен на ЖКХ, хочешь не хочешь, сформируется вот такая вот связка. Вот Крым наш, а вот цены растут. Сейчас её ещё нет. Поэтому я так понимаю, может быть я ошибаюсь, но из пропагандистского информационного пространства, мы все медиа зависимые, крымская тематика полегоньку изымается. Ну, видите, нет таких событий, которые в информполе держатся вечно. Слушайте, украинская тема годами уже держится. Это понятно. Годы проходят, приходят социально-экономические проблемы, надо на них реагировать. Понимаете, началось с того, что там, помните, был такой кризис, а что дальше? Да хоть камни с неба, мы на родине. Вот тема «мы на родине» отработана, а тема камней с неба, она только вступает в силу. А каски вы закупили? А камни, между прочим, ещё некоторые, как говорил Си Цзиньпинь, берут в руки, они на ноги падают. Это об Америке, он говорил, это явно. Ну, дай Бог здоровья, Америке, она от Крыма далеко. Это большой вопрос об Америке. По-моему, одинаковая, это та интерпретация. По-моему, говорил о тех, чума на обуви ваших дома. А мы, хитрые китайцы, смотрим... Не надо взбрать на себя лишних грузов. Абсолютно. А мы вот ведём, мы такие богатые и достаточные, что вот вам 10 миллиардов сюда, возят туда, миротворцы туда, а мы никуда не лезем. Никакие камни мы в руки не берём. Я думаю, это одинаково относилось и к нам. Но, во всяком случае, Крым будет дорожать в материальном воплощении, а идеологический пряник уже съеден и переварен. Ну да. Татьяна спрашивает, а в сторону каких сил может повернуться Украина на следующих выборах? Ну, я думаю, что есть большой запрос на социалистов, тем более, что коммунистическая партия запрещена. Это всё на улице. Этот запрос, он на улице будет формироваться. Так что, я думаю, что это будет социалистический левый поворот, на который сейчас политическая система Украины, нынешняя, дать ответ не в состоянии. Откуда угроза Майдана-то? Что так бы могли они за коммунистов проголосовать, за социалистов, а так очень небольшие социалисты, небольшая партия, коммунисты запрещены. Так что, будет социальный запрос, будет попытка социального поворота, разворота. Но, поскольку только на улице, это можно сделать, посмотрим. Слушайте, а вот что касается Крыма, мне кажется, что Порошенко и вообще украинское руководство прекрасно понимают, что Крым не вернуть. Ну, трудно этого не понимать. Это абсолютно. Ну, есть еще риторика, где они должны... Да, я думаю, что это риторика уже. А так ощущение, что, ну все, вопрос закрыт. Слушайте, а мы... Ну, я просто хотел напомнить, что есть такой Михаил Борисович Ходорковский, который, с моей точки зрения, довольно вменяемую формулировку предложил. Что если Крым и вернется, то в процессе общей перекройки границ, которые, не дай бог, в нашей стране произойдут. Скорее, уже там будет проведен, скажем, какой-то референдум под эгидой БСЕ, который оставит Крым в составе России. Потому что, ну, не проголосует там население никогда за возвращение в состав Украины. А Дмитрий Мезенцев спрашивает, а как будут дальше развиваться российско-украинские отношения? Мы потеряли Украину? Ну, видимо, это надолго, да, потеря? Ну, на среднесрочную, даже долгосрочную с перспективой, это откровенно враждебная страна, с которой, соответственно, и нужно строить. Надо было так умудриться. Надо это понимать. Да, вот мне кажется, что это какая-то глобальная стратегическая ошибка, умудриться настолько потерять Украину. Ну, и Грузию тоже, да, это правда. Ну, Грузия, она напала, извините. Ну, ладно только. Ой-ой-ой, не будем, да, что-то как-то уже... Украина напала. В Белоруссии на очереди стоит. Ну, ладно. Там, наверное, наши миротворцы погибли. Да ладно. Так, да, при Грузине не надо. Тут у нас Грузинка Баладзе, при нём не надо. Это всё уже описано. На дело, Грузина или нет, это не имеет отношения к Грузии. Да. Вот. Ну, и что, и как вы думаете, буквально последнее, последнее... А, всё, уже нас время вышло. Хотела вас немножко ещё на перспективу. Ну, да, ладно. Значит, смотрите, ну, к чему мы пришли? К тому, что всё-таки какие-то подвижки должны быть в решении украинского вопроса. Но всегда лучше от войны понемножку отползаем. Вот, к счастью, такое, что ощущение, что от войны отползаем. И вчерашние вот эти все выступления и встречи, и потом пресс-конференции и заявления отдельных дипломатов подтверждают нам, что есть эта надежда. Вот, хотя бы, чтобы без крови. Уже рады этому, правда? Да. Это было про Украину. По итогам вчерашних ООНовских выступлений говорил Дмитрий Орешкин, независимый политолог, и Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Спасибо вам за внимание. До встречи через неделю. До свидания.